Добрый вечер! На канале БукТВ большие итоговые новости в студии Виктория Нечаева. Неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти семь дней. Авторы репортажей расскажут о том, что волновало жителей областного центра, какие решения были приняты, какие инициативы были начаты. Коротко о главном. Конструктивные диалоги и откровенные интервью. Председатель Брестского городского исполнительного комитета провел встречи с руководителями трех дипломатических миссий – чрезвычайными и полномоченными послами Израиля, Великобритании и Венгрии. Дель сегодняшней Кобринского путепровода – вехи и этапы большой стройки. Блюстители порядка, хранители чистоты, стражи комфортной жизни горожан. 24 марта отмечают свой профессиональный праздник сотрудники жилищно-коммунального хозяйства. Об этом и о многом другом смотрите прямо сейчас. Брест смело можно назвать дипломатическим центром. На этой неделе наш город посетили три руководителя дипломатических миссий в Беларуси – послы Израиля, Великобритании и Венгрии. Обо всем по порядку. Алон Шагам, чрезвычайный полномочный посол Израиля, встретился с председателем Брестского горосполкома Александром Рогачуком. Состоялся весьма открытый и откровенный разговор. Тематика встречи была многоплановой, но прежде всего она стала для израильского дипломата возможностью обсудить судьбу захоронения жителей гетто, зверски убитых фашистами осенью 1942 года. Их останки были обнаружены нынешней зимой. Отправной точкой визита посла Израиля в Беларуси Алон Ашагама стал Брестский горосполком, где он обсудил с мэром города Александром Рогачуком двустороннее сотрудничество. Вообще, поездки в Брест израильского дипломата – практика регулярная. Такие встречи позволяют лучше узнать традиции и культуру страны, обсудить социально-экономические отношения. Взаимодействие развивается без каких-либо осложнений. Внешний торговый оборот Бреста с Израилем вырос. В прошлом году он составил почти 4 миллиона долларов. Но отношения между странами измеряются не только экономикой. А потому разговор плавно перетек в другое русло. Тема найденных на строительной площадке в Бресте останков жертв еврейского гетто дала повод десяткам журналистских материалов и стала одной из целей визита главы дипмиссии Израиля. Мораль этого случая и как обучать наших детей, чтобы такое не повторилось. Святое место – это, конечно, важно. И важно дать честь погибшим. Но я думаю, что даже погибшим было бы важно знать, что и дети, и внуки, и правнуки, и поколение будущего о них помнят и о них знают. Посол Израиля Алон Шагам решил собственными глазами взглянуть на место захоронения, информация о котором прогремела во многих уголках мира. Останки свыше тысячи жертв еврейского гетто, которые были найдены в ходе строительных работ на улице Куйбышева, планируют перезахоронить в мае на Северном кладбище. А место раскопок увековечит. Сегодня прорабатываются различные варианты и сделают зеленую зону. Мы должны искать новые формы подачи той боли, исторической боли, которая была на этой земле десятки лет, пусть уже и 75 лет назад и дальше. Поэтому идет речь не о банальных каких-то мемориальных досках с надписью, здесь были кто-то. Идет речь о какой-то визуализации, идет речь о каком-то современной форме подачи вот этой трагедии для современного, прежде всего молодого жителя города Бреста или туриста города Бреста. Здесь мы опять же будем работать в тесном взаимодействии с общиной и, наверное, даже будем объявлять соответствующий конкурс, чтобы это было трогательно и очень эмоционально брало за душу. Можно взять неплохой пример о том, что здесь сегодня происходит, о образе, в котором местные власти занимаются этой темой и показать это как пример тем местам, которые сегодня немножко забывают. Этот момент исторический, который надо использовать, чтобы обучить новое поколение тем, что здесь произошло. В ходе визита участники возложили венки и цветы к памятнику жертвам еврейского гетто. Затем состоялось посещение мемориального знака в памяти о большой хоральной синагоге. Продолжилась встреча к посещениям Северного кладбища, где буквально через два месяца будет проведено перезахоронение. Продукцию, выпускаемую в Бресте, покупают более чем в 70 странах мира. Но на этом останавливаться никто не собирается. А потому областной центр всегда открыт к сотрудничеству и ищет новые импульсы развития. Ведь взаимодействие с новыми партнерами позволит открыть новые перспективы в различных сферах. Об этом и не только. Шел разговор мэра города Александра Рогачука на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Великобритании в Беларуси Фионной Гибб и послом Венгрии Желтым Чуторой. О том, насколько близки дипломатические отношения между странами и чем впечатляет Брест, расскажем прямо сейчас. Накануне Брестки горосполком стал площадкой для дипломатических переговоров сразу с несколькими высокопоставленными гостями. Темой обсуждения председателя горосполкома Александра Рогачука и чрезвычайного и полномочного посла Великобритании в Беларуси Фионной Гибб стало двустороннее сотрудничество. Внешнеторговый оборот Бреста с британским партнером, по данным за прошлый год, составил более 4 миллионов долларов. Пока Беларусь для Великобритании остается малоизученным рынком. В свободной экономической зоне Брест ни одного представителя с английским капиталом. Кроме того, следует налаживать побратимские связи. Еще в 2012-м между Брестом и Молдоном был подписан договор о намерениях, но за 7 лет побратимами города так и не стали. В целом разговор получился многоплановым, серьезным и честным. Здесь, конечно, немножечко чуть-чуть в силу географии и других факторов, может быть, тема более отдаленная. Но стратегически тоже мы будем рады, если среди резидентов свободной экономической зоны появится резидент с английским капиталом. К сожалению, британский бизнес не присутствует массово на рынке Беларуси, так как рынок вашей страны не является достаточно известным для нас. Но мы надеемся, что ситуация со временем будет меняться. Что касается Бреста, то, возможно, британскому бизнесу будет интересна сфера сельского хозяйства, производства мебели и бытовой техники. Продолжилась встреча с британским послом в Музее спасенной художественной ценности, где 85-летний брещанин Владимир Губенко презентовал свою книгу «Брест. Моей памяти. 30-60-е годы XX века». В нее вошли рисунки, сделанные по памяти и по рассказам друзей. Презентация прошла с участием краеведов, историков, художников, представителей дипломатического корпуса. Автор очень искренне относится к Бресту. Не менее трепетно прониклась городом и важный гость мероприятия – Фионна Гиб. «Я была в Брестской крепости. Интересное и в то же время очень грустное место. Также посетила несколько музеев. Один из них – историю города Бреста. Хотела, чтобы в музеях было бы побольше информации на английском языке. Особенно хочу отметить ситуацию с обнаружением останков узников гетто. Мне понравился подход к решению ситуации. Еще хочется сказать, у вас замечательный мэр, очень динамичный, посвященный своему делу, переживающий за развитие города. Видно, что он очень любит свое дело». Диалог с серьезным акцентом на расширение торгового сотрудничества состоялся и с представителем Венгрии. Рассмотреть более детально Брест в качестве площадки для взаимовыгодного взаимодействия предложили послу Венгрии в Беларуси «Желту Чутори». В Беларуси и Венгрию объединяют не только одинаковые цвета национального флага, но и многие другие аспекты. Внешний торговый оборот между Брестом и Венгрией за 2018 год составил более 14,5 миллионов долларов. Интересным акцентом на переговорах стала тема производства сельскохозяйственной техники. Зарубежные гости заинтересованы в приобретении качественного оборудования. Беларуси – страна возможностей. У вас промышленность, у вас сельское хозяйство, такое развитие, у вас образование, у вас жить так хорошо. У нас каждый второй трактор – это из Беларуси. Очень популярны еще. Продовольственные питания уже начали возникать. Я лично всегда организую. Это не экспорт с вашей стороны, не импорт с нашей стороны, но я покупаю здесь вещи и посылаю домой. Очень много любят конфеты у вас, водка. Пиво не хуже качества, чем в Венгрии. Это из-за того, что у вас чистая вода и хорошая техника. Те инвестиционные точки, которые он назвал возможные, они абсолютно совпадают с нашими потребностями в инвестировании именно в эти отрасли. Это отрасль производства сельскохозяйственной техники, машиностроительной, машиностроения. Это наша пищевая промышленность, это другие направления. Поэтому мы даже будем сами настаивать, чтобы как можно быстрее привезти сюда представителей венгерского бизнеса. Именно наш город. Можно ли сделать туристические поездки от Бреста до Будапешта популярнее? И появится ли на венгерском рынке сельскохозяйственная техника под брендом «Сделано в Бресте», тем самым придав новый импульс экономике? Ответы на эти вопросы даст время, пока дипломатическая дружба между странами набирает обороты в экономике, культуре и социальной сфере. Состоялись две встречи с представителями государства, которые имеют развитую экономику, высокий уровень жизни, но которые пока не до конца видят тот потенциал, который есть в инвестирование в наш город Брест, в нашу свободно-экономическую зону или в какой-то другой вид производства. Поэтому главная цель этой встречи, пусть не очень быстрая, одномоментно, но сориентировать инвестора из этих стран для вложения средств в наш город Брест. Вторая составляющая – это узнаваемость Бреста, это туристическая привлекательность нашего города. Это тоже очень важно. Ну и третья составляющая – это абсолютно нормальное желание представителей своей страны посмотреть на те преобразования, которые происходят в городе. Виктория Нечаева, Юлия Селюк, Эдуард Букнович, Андрей Щерба, Григорий Пекарский, Антон Луговкин. Телекомпания Бук-ТВ. Вы смотрите «Итоги недели» на Бук-ТВ. Говорим об актуальном. Весна 2019-го станет временем перемен для города. Уже в мае будет открыт после реконструкции Кобринский путепровод. За деятельностью на объекте мы подробно следили все это время. Стоит сказать, работа проведена основательная. Не закрывая транспортный коридор, не останавливая железнодорожное сообщение, строители создали такой путепровод и такую инфраструктуру, которая сегодня особенно нужна городу. Кроме того, что увеличится количество полос для перемещения машин, троллейбусов и автобусов, под мостом будет налажено транспортное сообщение с другими улицами. Анастасия Ноздрин-Плотницкая о вехах и этапах большой стройки. Кобринский путепровод – один из тех объектов, чье открытие горожане ожидают особенно. Сегодня представить город без него уже невозможно. Даже тот факт, что пока здесь движение ограничено частично, сказалось на интенсивности и объеме транспортного потока. Работы на Кобринском путепроводе проводились поэтапно. Сначала строители разбирали одну часть моста, после перешли на другую, добавив водителям дополнительную полосу для перемещения. В реконструкции объект нуждался давно. Последние реновационные работы здесь проходили еще в советские годы. Несмотря на довольно непростые условия, проектировщики и подрядчики уверяют, путепровод будет сдан в срок. Мы закончили полностью монтаж всех пролетных сооружений. И сейчас наши коллеги МОСТ-отряд 58 выполняют работу, связанные с устройством основного полотна. Все это делается для того, чтобы в те сроки, которые были обозначены ранее, мы могли закрыть движение. Что касается части, которые выполняются дорожными организациями, работы по землевому полотну завершены. Благодаря погодным условиям выполнялись работы по асфальтированию. На отдельных участках осталось устройство только верхнего слоя асфальта и бетона. Ну и, разумеется, ведутся работы по устройству пешеходного тоннеля. Те темпы работ, количество людей, а также погодные условия дают уверенность заверить всех горожан города Бреста, что в мае месяце движение по второму путепроводу уже будет открыто. Это сегодня Кобринский путепровод, связующий звено между центральной и восточной частью Бреста. А ведь еще каких-то сто лет назад это была своего рода граница между городской местностью и близлежащими деревнями. Так разросся областной центр за это время. В 1906 году Кобринский мост был одним из самых современных сооружений. Двухполосный, с крепким основанием и подсветкой. Кобринский мост появился здесь у нас на территории города Бреста благодаря строительству, расширению, увеличению железнодорожного узла города Брест. В свое время Киево-Брестская железная дорога вошла в состав новообразованных юго-западных железных дорог. И вот это общество юго-западных железных дорог за свои собственные средства построило в городе Бресте два моста через железную дорогу. Первый мост сохранился в своем первозданном виде. Он находится недалеко от железнодорожного вокзала. А второй мост, Кобринский, как мы знаем сегодня, находится на реконструкции. Время меняется и в 21 веке это будет большой многофункциональный шестиполосный комплекс. Параллельно с основными работами по возведению путепровода здесь проводится благоустройство прилегающей территории, а также развитие дорожной сети. Один из последних этапов – укладка нижнего слоя асфальта для выезда на улицы Краснознаменную и Нефтяную. Мы сейчас находимся на второй очереди строительства Кобринского путепровода. Это на развязке, которая соединяет улицу Краснознаменную, улицу Нефтяную и улицу Малую. То есть развязка под Кобринским путепроводом. Значит, в настоящее время здесь ведутся работы по благоустройству, вывозится лишний грунт. И по марту месяцу будут устроены два нижних слоя дороги. Значит, по апрелю месяцу мы планируем в первых числах закончить этот этап, второй этап подъезда. Останется только нам на этом этапе озеленение и доделать кое-что с тротуаром. Оценивают фронт проделанных работ и автомобилисты. Постройка моста – это только одни плюсы в городе. Раньше, допустим, когда мы ездили, было только два направления в одну сторону и очень пробки были большие. В принципе, они сейчас тоже есть, но это связано с постройкой. А в будущем, учитывая, что будет шесть полос, это очень будет удобно, будут очень хорошие съезды на улице, которые находятся под мостом. Также я слышал, что вроде там стоянки будут, то есть можно будет машину тоже даже запарковать и нормально, спокойно сходить, цветы же не купить. Ну и в целом, очень рад, что в городе появляются новые мосты с новыми технологиями. И это позволяет жить безопасно как и пешеходам, которые, кстати, уже будут ходить под мостом, так и водителям. Со временем возле путепровода и на месте строительного городка появятся стоянки для автомобилей. Кроме того, будут обустроены и зеленые зоны. Напомним, уже в мае объект сдается в эксплуатацию. В жизни мы достаточно часто обращаемся в ЖЭСы по месту жительства по самым разным причинам и вопросам. Мелкие поломки, неисправности, либо же крупные аварии. Телефоны горячих линий по вопросам ЖКХ каждый день в буквальном смысле кипят. Но они, коммунальщики, всегда на связи. Накануне к работникам системы жилищно-коммунального хозяйства пришлось снова обратиться. Но по совсем другому поводу, чтобы сказать спасибо. За красивые клумбы во дворе, креативное украшение города, чистые улицы и новые дороги. Они благоустраивают, создают комфорт, уют и красоту. Наводят порядок и в дождь, и в снег, и днем, и ночью. День работников ЖКХ отметили в Бресте. Как всегда, ярко, масштабно и шумно. В свою очередь, в свой профессиональный праздник коммунальщики отдыхать не стали, а сделали свой подарок городу и брещанам. Каждый год в Бресте вводится все больше и больше новых арт-объектов, достопримечательностей и архитектурных композиций. Накануне на одну точку притяжения стало больше. Новым символом города стали солнечные часы, расположившиеся на набережной Франциска Скорины. Их уникальность заключается в симбиозе исторического подтекста и современного подхода. Вместо чисел на циферблате известны городские объекты в миниатюре. Брестская крепость, памятник Тысячелетия, кинотеатр Беларусь, башня ЦУМа, ЦМТ, костел на Ленина, театр драмы, Бернардинский монастырь и другие. Всего 16 объектов, которые так любят брещане и с которыми нужно обязательно познакомиться туристам. Я хочу особо отметить этот объект. Задумка была хорошая и реализация еще лучше, чем мы предполагали. Это пример участия субъектов хозяйствования в подготовке к Тысячелетию. Здесь реальное предприятие с реальными творческими нашими ребятами сделало один из символов нашего города. Я не сомневаюсь, что в будущих путеводителях по городу или фотографиях, которые показывают наш город с лучшей стороны, будет этот объект. Всю прелесть, красоту и, собственно, время жители и гости города смогут оценить лишь тогда, когда набережной зальет солнечный свет. Идея и воплощение задумки принадлежит Брестскому котельному хозяйству. В проекте принимала участие кузнечная мастерская Art Envil. У нас ушло почти полгода на изготовление. Были сложности с регулировкой времени, поскольку есть разница в астрономическом времени, в часовых поясах Белоруссии, как оказывается. Как мы уже выяснили потом, ну, то есть, как бы, довольно-таки сложная, как бы, кропотливая работа была. Самые эксклюзивные часы в Бресте уже отсчитывают время. И когда пробило ровно 15.00, начались торжественные мероприятия. Букеты наград и пожелания украсили профессиональный праздник работников жилищно-коммунального хозяйства. Зал был полон людьми, работающих на разных предприятиях. Но всех, кого собрал праздник, объединяет одно – значение их труда для жизни города. С праздничной сценой работников системы ЖКХ поздравлял градоначальник. То, что делается сейчас по озеленению, прежде всего, от вашего руководства, это уже заметно и очевидно для многих. То, что делается по благоустройству других территорий, в частности, всеми забытого городского сада, это уже визуально видно рядышком здесь. То, что сегодня мы открыли замечательный объект, который станет одним из символов нашего города, пусть и не основным, – это тоже ваша инициатива и тоже ваша заслуга. Таких моментов положительных можно называть очень и очень много. Вы молодцы. Золотой состав директоров городского коммунального хозяйства, в частности, предприятий. Ну и важно, что работаете вы фанатой своего дела, любящий наш город. От себя лично, как председатель его исполкома, я хочу поздравить вас с профессиональным праздником. Это естественно. И одновременно я хочу вас поблагодарить за ту работу, которую вы сделали в ушедшем году и за ту работу, которую вы активно начинаете в этом 2019-м юбилейном году. Благодаря профессионализму и ответственному отношению к делу, брестские дворы и дороги, парки, скверы и дома преображаются, становятся уютными и комфортными для работы и отдыха. Они обеспечивают тепло в квартирах, следят за качеством питьевой воды, устраняют ямы на дорогах. Словом, все то, что было создано за тысячелетнюю историю города, сегодня находится в руках коммунальщиков. Мы, как работники коммунального хозяйства, делаем все, чтобы он еще становился зеленее и красивее. Поэтому в этом году стоит задача посадить не менее 6 тысяч больших деревьев крупномерных и не менее миллиона цветов. День работника жилищного коммунального хозяйства – это абсолютно всенародный праздник. Поскольку каждый из нас пользуется в той или мере услугами коммунального хозяйства, каждый видит их работу, оценивает эту работу. Поэтому я желаю брещанам и в особенности работникам ЖКХ здоровья, оптимизма и, конечно, счастья. Профессионализм и ответственность. А еще внимательное отношение к человеку и его проблемам, среди которых нет мелких или неважных. Все эти качества не остаются незамеченными. Об этом свидетельствует факт награждения высокими наградами. На сцене были отмечены десятки брещан. Благодарственное письмо для Василия Корнелюка далеко не первое. Он неоднократно получал различные звания. Надо быть тактичным и дружелюбным, потому как все мы люди и необходимо оказывать кому-то внимание, кому-то таксодействие, кого-то как-то поддержать. О тонкостях своей работы может говорить бесконечно и начальник производственно-технического отдела Брест-Водоканала Инна Дацкевич. Считает, что работа должна быть наполнена жизнью. Интересно, безумно интересно. Большое общение с людьми. Конечно, возникают какие-то проблемы, вопросы. С радостью их решаем. И когда получается, получаешь удовольствие от работы. Сегодня Брестское жилищно-коммунальное хозяйство – одно из самых многочисленных предприятий города, где трудятся 4,5 тысячи человек различных профессий и специальностей. Они работают на 10 различных предприятиях, обеспечивая городу комфортную жизнь. А сейчас о других событиях. В Ленинском районе Бреста с проблемами и заявлениями граждан работают по нескольким направлениям. Это еженедельные прямые телефонные линии, прием граждан по личным вопросам. Но, как отмечают в администрации, наиболее оптимальная и эффективная признана работа в форме многопрофильного консультационного пункта. У горожан есть хорошая возможность решить свою проблему и проконсультироваться сразу с несколькими специалистами. Такая практика ленинцами начата еще в 2014 году и за это время помощь получили тысячи горожан. Накануне на базе торгового центра «Вамрат» в Задворцах своими проблемами с властью делились жители этого микрорайона. Наши корреспонденты узнали, что сегодня волнует брещан одного из самых старейших районов Бреста. Практика проведения многопрофильных консультационных пунктов в Ленинском районе введена в 2014 году и по настоящее время они пользуются у брещан популярностью. И неудивительно, прямо по месту жительства в удобное вечернее время можно прийти в обозначенное место и получить необходимую консультацию или разъяснение от компетентных специалистов, в том числе и от главы администрации. Таких вопросов в этот раз было порядка 40. Это дороги, благоустройство, транспортное сообщение, освещение и другие. «Мы будем работать по всем направлениям. С точки зрения улучшения инфраструктуры, с точки зрения улучшения доступности, культуры. Это очень как и центр многопрофильный, так и работа многопрофильная. Но я впервые в своей работе встречаюсь с таким вот выездным многопрофильным центром. Я не видел в других районах его. Но я считаю, что традиция хорошая. Мы будем ее продолжать. Мы будем накапливать материал. Я всем говорю, что мы не сможем все сегодня и завтра сделать. Но зная проблему, оговаривая эту проблему, мы будем планировать что-то сделать». Микрорайон Задворцы. Еще с десяток лет назад о комфортности проживания здесь и речь не шла. Практически отсутствовали дороги. Не было обеспеченности транспортом, магазинами. Об освещении разговора не было. Сегодня, надо признать, изменилось, если не все, так очень многое. Заасфальтированы, пусть не все, дороги. Отсутствует необходимость в торговых точках. Ходить по темным улицам чаще всего не нужно. Но, как всегда, присутствует это «но». «Не убирается улица. Окурков море. Машин стоит. В течение 10 минут проходит 100 машин. 109 машин я насчитала. Прошло мимо. Каждый стоит, переезд закрывается. Каждый стоит и окурочек, конечно, форточек выбрасывает. Территория не убирается. Позвонила в коммунальник. Приехали, убрали. Один раз за год. Окос не делается. Это ваша территория. Вы должны сами возле своего забора убирать. Сделайте мне тротуар». А Нина Петровна Супрун уже не первый год добивается, чтобы решили вопрос с тротуаром. «С одной стороны сделали, а с другой кто там? Там 250 метров этой дороги. Но неужели это столько надо денег, чтобы решить этот вопрос?» Жители душой бореют за свой район, а потому и ажиотаж в павильонах торгового центра «Воамрад» соответствующий. Каждый хочет получить ответ на наболевшую проблему. Обращаются и к дорожникам, и к представителям здравоохранения, милиции, налоговой службы, учителям и службе занятости. Кстати, два человека получили направление на трудоустройство. Многие добивались ответа от депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Леонида Брича и от своих избранников – депутатов Гурсовета. «Вопросы решаются все, вопросы решаются в плановом порядке. Иногда накаленность обстановки, она излишняя в силу того, что люди на эмоциях, не зная реальной ситуации, не понимая каких-то экономических вопросов, реальных вопросов, которые есть в жизни. Просто на эмоциях хочется сегодня и сейчас. Вот делайте, что хотите, вот прямо чуть ли не… Да, решите мою проблему. Поверьте, все вопросы решаются, все вопросы на контроле власти. Ни один вопрос не остается без внимания, без какой-то реакции. Просто есть вопросы, которые невозможны на данный момент, просто решить нельзя. В прошлом году в Задворцах положили более двух километров асфальтированной дороги, этого самого, да. Значит, в Задворцах сейчас вот был вопрос с освещением. То есть освещение сделали, осталась одна улица только, которую обещают сделать в этом году, да. В этом, если разобраться, вот, ну это еще раньше, когда было, сделали кольцо, которое очень разрузило нашу эту самую. В этом году еще хотим, как минимум, сделать здесь такая улица Старозадворская. Она должна была быть асфальтирована, но улица очень узкая. По ней машины, если бы весь поток пошел, было бы плохо, поэтому кольцо сделали. Как минимум, эту улицу обещают подсыпать фрезой. У каждого обратившегося своя позиция. Нельзя не согласиться, что для одного человека стакан с водой наполовину пуст, у другого наполовину полон. Но говорят еще и так, что дыма без огня не бывает. А потому закрытие аптеки в Задворцах для главного врача города Бреста стало неожиданностью. Тревожит, в первую очередь, здоровье. Поэтому, а поддерживаем здоровье, конечно, с помощью препаратов. А препараты на сегодняшний день приобрести в Задворцах стало очень сложно. Потому что у нас была аптека, мы были очень довольны. Был очень прекрасный ассортимент медицинских препаратов. А на сегодняшний день ее закрыли. Поэтому мы очень озабочены этой проблемой. И обратились к главному врачу, чтобы он помог нам эту проблему решить. Будем выяснять, почему закрыто. И принимать меры. Во-первых, уточним, почему это случилось. По каким причинам. Но второй вопрос. Обратно же будем работать в направлении, чтобы попытаться открыть. Если это будет не частное, то будем пытаться с помощью фармацеи это сделать. Ну, а второй вопрос, это немножко транспортная доступность этого района до, скажем так, медицинского городка, где сконцентрирована областная больница и остальные областные учреждения. Такой вопрос стоял. Как отмечают и представители власти, и горожане, такой непосредственный диалог способствует более быстрому решению возникающих проблемных вопросов. Мы знаем о них, мы на них реагируем. И по мере возможности, всегда говорю, вот работает у нас хорошо экономика, будут у нас хорошие доходы в бюджете, будет у нас не 60% сольсированных улиц, а будет 100%. Лариса Осмоловича, Григорий Пекарский, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для программы «Итоги недели». На текущей неделе свой профессиональный праздник отметили люди, занятые в творческой и интересной профессии – актеры театра кукол. Для Бреста кукольный театр имеет особое значение. Сложно представить брещанина, который бы никогда не посещал спектакли. Настолько они красочны, настолько увлекательны, что не оставляют равнодушными ни детей, ни взрослых. В последние несколько лет внимание горожан было приковано к новому зданию кукольного театра, который расположился по улице Ленина. Да, не все было просто, но сегодня здесь возвышается объект поистине грандиозный. В год тысячелетия в его строительстве будет поставлена точка. Запланированная дата открытия – сентябрь 2019. В преддверии профессионального праздника наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая побывала в здании нового театра кукол и узнала здесь много интересного о планах и перспективах. Наша встреча с директором театра кукол Тамарой Павлюкович начинается, как и положено, в фойе нового здания. Масштабные колонны в сочетании с блестящей плиткой в выложенной форме различных геометрических фигур делают пространство достаточно объемным и при этом необычным. Большие свисающие вниз лампы дополняют интерьер. Несмотря на всю масштабность, придают помещению некоторую легкость. Со временем эта площадка будет не только встречать гостей, но и использоваться для проведения мероприятий. Находимся мы в фойе большого зрительного зала и сегодня я уже получаю массу предложений. Даже вот сегодня, когда я ехала сюда, Тамара Ивановна, у вас такой зал, давайте мы будем проводить балы. Естественно, что мы будем проводить и балы и для больших, и для маленьких наших зрителей, наших посетителей. И кроме балов мы планируем еще массу других мероприятий. Возведение театра кукол – крупная строительная площадка города. Да, не всегда было просто, но сама цель создать уникальное и при этом многофункциональное здание важнее. Объект создавался в новом формате, а потому приходилось изучать опыт строительства подобных сооружений не только Беларуси, но и других стран, чтобы в итоге получился тот вариант, который бы и соответствовал требованиям времени и устраивал с точки зрения финансовых затрат. В итоге на площади порядка 10 тысяч квадратных метров, кроме помещений для актеров и специалистов обслуживающего сектора, появятся собственные мастерские. Ателье по пошиву костюмов, музей, детские студии, заработает хореографический зал, кафе. Все это станет еще одним подарком горожанам к тысячелетию Бреста. У нас много красивых помещений. И хочу подчеркнуть, что практически, за исключением какой-то аппаратуры, все сделано из белорусских наших отечественных материалов. Но мы будем, конечно же, стремиться к тому, чтобы здесь было уютно, здесь было наполнено, здесь было светло, и чтобы сюда стремились и дети, и взрослые, и бабушки, и дедушки. Мы думаем над всякими разными интересными проектами, внесли предложения по изменению назначений помещений. Например, у нас будет не спортивный зал, а зал хореографии. Очень красивый зал, я думаю, что понравится нашим будущим воспитанникам. У нас мы планируем либо музыкальный театр, либо вокальную студию, театральную студию, и за студию. Сегодня коллектив постепенно готовится к переезду в новое здание. Имея теперь такую базу, и актерам, и режиссерам хочется творить, хочется пробовать что-то новое. Конечно, всех задумок и планов театральная труппа пока не раскрывает, но об одной новинке все же речь уже идет. В планах освоить Бэби-театр. Вот у нас в Бресте еще не раскрыта тема детского театра. Театр от нуля до трех лет, когда мама находится в декрете, у них дети маленькие. Мне кажется, это могло бы пользоваться популярностью. Это называется театр Бэби-театр. Ну, или на подушках. Мы хотели бы что-то придумать, сделать именно для этих деток. Тем более, что помещений очень много, они интересные. Мы хотели бы в этой степени как-то развиваться. И не только эта новинка приятно удивит посетителей. Сегодня рассматриваются варианты по закупке регулирующихся кресел-трансформеров «Большой зал», что сделает просмотр спектакля одинаково комфортным и детям, и взрослым. А что откроет сезон в новом формате, пока решается. Однако ясно одно – свой новый этап в новом здании театр начнет в новом формате. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Павел Малошенко, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Я, Виктория Нечаева, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 24 марта ночью и утром республика окажется под влиянием атмосферного фронта, смещающегося с Балтийского моря. Ночью и утром в Бресте пройдет кратковременный дождь. День будет пасмурным. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха минимальная ночью плюс 4-6, максимальная днем – 10 градусов. 25 марта в ночные часы республика будет оставаться в поле повышенного атмосферного давления. Днем скажется влияние неустойчивых воздушных масс и фронтального раздела, смещающегося с северо-запада Европы. В Бресте в ночные часы преимущественно без осадков. Днем ожидаются кратковременные осадки. Ветер западный умеренный – 2-4 градуса выше нуля. Температура воздуха ночью плюс 9, прогнозируют синоптики, дневные часы. Редактор субтитров А.Семкин